Мы рады в очередной раз приветствовать вас, уважаемые зрители. В нынешнем выпуске видеофактов, как и всегда, вы найдете игры на любой вкус. Квесты, многопользовательские РПГ, шутеры, стратегии. Сегодня вас ждет масса интересного. Sam & Max Episode 1 – Culture Shock Компания Telltale докладывает, что первый эпизод игрового сериала о знаменитых персонажах Сэмми и Макси будет доступен подписчикам онлайнового сервиса GameTab уже с 17 октября нынешнего года. Тем же, кто к сетевому распространению игр еще не привык и предпочитает покупать их в магазине, придется потерпеть до 1 ноября. World of Warcraft – The Burning Crusade Компания Blizzard объявила о своем намерении ежегодно баловать обитателей мира World of Warcraft новыми дополнениями. Что касается самого первого из них – The Burning Crusade, то в данный момент оно находится в стадии альфа-тестирования. Родственники и друзья разработчиков, подписав предварительно договор о неразглашении, исследуют новые просторы мира, а также изучают две новые расы. Возможность познакомиться со всем этим счастьем появится у рядовых геймеров лишь к концу нынешнего года. Castle Crashers В начале следующего года разработчики из студии Behemoth собираются осчастливить фанатов своего творчества новой фантазией. Она носит лаконичное название Castle Crashers и рассчитана сразу на четырех игроков. Участникам этого многопользовательского побоища предстоит вжиться в роль рыцарей, главной целью которых являются поиски украденного идола и спасение похищенной принцессы. Кенга-Зиро В начале сентября нынешнего года на прилавках японских магазинов появилась игра Кенга-Зиро. Очередной проект об острых мечах, отважных самураях и отчаянных схватках. К сожалению, владельцам Xbox 360 из других стран пока претендовать на лавры величайшего фехтовальщика не получится, а возможности выпуска Кенга-Зиро за пределами японских островов до сих пор ничего не слышно. Chaos Wars Представляем еще одну игру, которой скоро смогут насладиться японцы, в то время как жители Европы и Северной Америки лишь будут кусать с досады локти. Релиз Chaos Wars в стране восходящего солнца запланирован на сентябрь 2006 года. Unreal Tournament 2007 Последние события, связанные с Unreal Tournament 2007, сильно настораживают. Пока компьютерщики оплакивают возможность поиграть в новые YouTube до конца нынешнего года, те геймеры, что собираются приобрести PlayStation 3, вообще носы повесили. Разработчики так и не сообщили даже приблизительную дату релиза для PS3. Хотя еще недавно прочили Unreal Tournament 2007 в стартовую линейку игр для этой консоли. Enno 1701 В начале августа нынешнего года представители немецкой студии Sunflowers объявили, что издательство Aspire Media возьмется распространять их проект Enno 1701 на территории Северной Америки. Что касается Европы, то там этот симулятор строителя империи будет издавать сама Sunflowers. Игра появится на прилавках в ноябре. Chrome 2 В Chrome 2 игрокам представится возможность переселиться в мир будущего, где гигантские корпорации разрабатывают зловещие технологии, а виртуальная кровушка льется рекой. Речи разработчиков о Chrome 2 щедро сдобрены рассказами об имплантантах, генетическом оружии, экзоскелетах и прочей киберпанковской атрибутике. Правда, они с завидным упорством отказываются назвать даже приблизительную дату завершения работ над игрой. Metroid Prime 3 Corruption Компания Nintendo объявила о том, что игра Metroid Prime 3 Corruption не появится в продаже одновременно с запуском консоли Wii, как планировалось ранее. Согласно новому списку релизов в большой N, в Японии новых похождений белокурой охотницы следует ожидать только в 2007 году. Более точная дата не сообщается.